МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родился Виктор Александрович 31 декабря 1908 года в поселке Сельцо на Брянщине. В семье железнодорожного служащего и его отец, он был малограмотный, но тем не менее своим физическим трудом, усилием он добился того, что он был назначен на должность начальника железнодорожной станции. А мать Виктора Александровича, она принадлежала к дворянскому роду Толстых. В семье Лягиных было семеро детей, Виктор Александрович был шестым ребенком. И вот это воспитание отца такое жесткое, приучение к физическому труду, к нагрузкам, к работе. И с другой стороны, воспитание матери, которая читала детям, которая учила их языкам, искусству, дало вот такое... Его такой характер, рвение к учебе. Он учился в сельской школе, потом в 1922 году семья переезжает в Ленинград. Там он начинает учиться также в школе, он очень быстро освоился, несмотря на то, что поселок Сельцо небольшой, то есть после сельской школы он очень быстро догнал своих ровесников, он организовал кружок немецкого языка, сам руководил им. Участвовал в постановках, спектаклях, театрах. То есть такой человек был развитый. И в 1929 году он поступает в Ленинградский политехнический институт на специальность кораблестроения. С Ленинградом, в принципе, у Виктора Александровича как раз и связаны такие самые приятные и самые неприятные воспоминания его жизни. Первая любовь, такая студенческая юность. Женить бы она одноклассница Ольги Афониной, рождение дочери Татьяны. И, к сожалению, скоропостижная смерть его супруги Ольги от брюшного тифа. И Виктор Александрович переезжает в Москву. И в 1938 году он поступает на партийные курсы органов госбезопасности. После окончания этих курсов его направляют в отдел внешней разведки. Там он знакомится с сотрудницей этих курсов, Зинаидой Тимофеевной Мурашко, и вместе с ней в 1939 году отбывает спецкомандировку в США. Его основной задачей было сбор информации об американских судостроительных программах. Ему удалось завербовать технического сотрудника одной из фирм, который передал ему описание секретного оборудования, разработанного для защиты кораблей от магнитных мин. Это донесение получило высокую оценку в Москве. Также он собрал данные по запланированным постройкам авианосцев в Америке. Его переводят в Сан-Франциско. Там у него родился сын. И свидетельство о рождении хранится у нас в музее, выдано на имя Корнева Виктора Викторовича, его сына, поскольку там в Америке он уже работает под псевдонимом Корнев. В Москву семья возвращается 20 июня 1941 года, то есть за несколько дней до начала войны. Планы на лето у семьи такие довольно, скажем, мирные. То есть Виктор Александрович планирует поехать к сестре в Ленинград. У него там осталась дочь с его старшей сестрой, с Анной. Зинаида Тимофеевна с маленьким сыном планирует провести лето на подмосковной даче. Ну, понятно, что планы обрывают война 22 июня. Его вызывают в Москву на партийную работу. Он должен был возглавить диверсионные группы, которые бы работали по Украине. То есть он должен был их курировать. Подготовленный на место прибытия сюда в Николаев человек в последний момент отказался. Он это счел как личный просчет, как личную ошибку. И у своего непосредственного начальника, у Судоплатова, он потребовал направить его в Николаев. Не хотели отпускать разведчика такого высокого уровня на оккупированную территорию. Он пошел лично к Берии, добился личного приема, обговорил с ним этот вопрос. И ему дают согласие на отправку его сюда, в город Николаев. Он прибывает за месяц до оккупации города, в июле 41-го года. Перед тем, как, ну понятно, связь почтовая, вообще разорвется с его семьей, уезжают ребята на машинах, которые привезли сюда эту диверсионную группу, он отправляет жене последнюю записку. Она также хранится у нас в музее. И заканчивает он ее такой фразой «Жди меня два года, не вернусь, значит» и ставит многоточие. Он был подселен в семью местных немцев. Для него была специально заготовлена легенда, в частности дом, где сейчас находится музей, это особняк. Он подселен в семью Эмилии Йосиповны и Магды Дуккарт. Они были известны органом НКВД еще с Первой мировой войны. То есть семья, так скажем, была надежная, завербованная. Магда до войны работает в питерской музыкальной школе Маделина Ивановна. Она прибывает сюда, в Николаев, к матери на лето отдохнуть и как бы застает война. Она просит мать уехать из города, эвакуироваться. Но она уже знает, что, то есть, к ним будет подселен разведчик, они остаются здесь, в городе. И изначально Магда была категорически против вот такой, скажем, затеи, что в доме будет жить разведчик, помогать как-то. Но когда они познакомились с Виктором Александровичем, то есть он пришел, представился, он попросил Магду показать ему город. Они ушли гулять и уже после этого она вернулась в совсем другом расположении духа, что мама, вот он приехал родину защищать, он защитник и так далее. То есть между ними был заключен фиктивный брак. И это подтверждение легенды, что он молодой судостроитель, прибыл сюда, в Николаев, в судостроительный город, работать на заводе. Здесь влюбился, здесь женился, здесь остался, так как женат на немке, очень рад приходу нового командования. И вот здесь как раз и пригодились навыки Магдалины Ивановны как музыканта. Он понимает, что когда в город ходят немцы, ему нужно как-то познакомиться, то есть заявить о себе, что порядочная немецкая семья, рада приветствовать новое командование в городе. Он просит Магду играть на пианино классическую немецкую музыку, открывает окна квартиры. То есть услышали знакомые звуки, зашли познакомиться, оказалось, что вот так рады их появлению. Здесь живет несколько месяцев комендант города, сюда приходят высшие чины командования. Виктор Александрович получает должность технического советчика генерала фон Бодекера, который должен был руководить постройкой здесь военных кораблей. То есть он устроен на завод. Магда – личная переводчица генерала. То есть у семи, так скажем, уникальная возможность получать данные из первоисточников. Ну и Виктор Александрович хорошо говорит на английском, на немецком языке, то есть трудностей в общении не было абсолютно. Сюда приходят люди пообщаться. Он хорошо знаком с жизнью на Западе. То есть он очень похож, в принципе, по ходу, по типу на арийца. Им с ним легко, им с ним интересно. Вот в таких непринужденных беседах они ему рассказывают все планы командования. Непосредственную информацию он получает от тех, собственно, людей, которые приходят сюда. Изначально, что он имеет такую высокую должность, он может выезжать в Одессу для того, чтобы наладить связь с одесским подпольем. И вот уличив один из таких моментов в разговоре, он узнает о том, что 4-я воздушная армия, которая находится здесь, в Николаеве, будет принимать участие в штурме Кавказа. Это нефтепромыслы Баку, это основная, так скажем, кровь войны. То есть это нефть, это горюче-смазочные материалы. И Советский Союз в тот момент не был готов к такой глобальной обороне Кавказа. Он понимает, что этот момент нужно задержать. Он ставит перед главным подрывником группы Александром Сидорчаком задачу взорвать ингульский военный аэродром. Александр Петрович устроился туда кочегаром работать. За несколько месяцев он и его супруга Галина Адольфовна Келем, тоже местная немка, между ними также был заключен фиктивный брак. Она, как порядочная супруга, носит своему мужу на аэродром обед. В большом лукошке, на дно лукошка она складывает взрывчатку, сверху обед и идет по аэродрому, несет своему супругу покушать. Вот за несколько месяцев эта группа смогла пронести такое количество взрывчатки, что взорвался весь ингульский аэродром. Была полностью выведена из действия взлетно-посадочная полоса, взорвали ангар с запасными частями для ремонта самолетов. То есть вся армия фактически была парализована здесь, в городе Николаеве. Эту диверсию заснял один из немецких солдат на фотографии. Эта фотография была найдена после освобождения города. На обороте было написано «Зельда, самое страшное в этой войне – это партизаны». И для того, чтобы закрепить успех, принято решение взорвать нефтебазу, которая находится в морском порту, для того, чтобы обесточить, лишить бензина, лишить нефти, горючих смазочных, также материалов. Также Александр Петрович участвует в этом взрыве. Он закладывает взрывчатку, но он сам подорвался на одной из мин, к сожалению. Нефтебаза взорвалась, три дня горело все горючее, потушить пожар не получалось, поэтому все топливо для машин, для самолетов, для танков все сгорело. Впоследствии этой диверсии погиб Александр Петрович Сидорчук. Галина Адольфовна, его супругу, вызывают в гестапо на допросы. Ей удается доказать, что на самом деле не он взрывал нефтебазу, что он был там охранником, и он наоборот спугнул тех, кто пытался это сделать. И он на самом деле герой Германии, то есть он пытался ей помочь. То есть она как бы старалась оправдать и себя, и группу Виктора Александровича, дабы не выдать никого из участников этой организации. И еще взрывают склад с зимним эмундированием для солдат немецкой армии на улице Советской. То есть фактически сухопутные войска, которым нужна форма для передвижения, для переброса горючего нету, и аэродром был уничтожен. То есть таким образом затянули момент переброса вот этой армии, которая находилась здесь, в городе Николаево. Виктор Александрович здесь создает организацию, которая называется Николаевский центр. Она объединяла в себя более 110 подпольных групп, которые действовали по городу, и два партизанских отряда, для того чтобы действия были, так скажем, более слажены. Вот как раз из-за большой численности этой организации туда смогли внедрить предатели. И здесь сыграла роковую роль врач городской больницы Любченко. Был пойман личный связной Виктора Александровича. Ему грозила отправка в Германию, и для того чтобы это не случилось, он обращается к этому врачу, он знает, что она завербована органами НКВД. Обращается с просьбой, чтобы выдала справку о состоянии здоровья, что тот болен туберкулезом, либо какой-то инфекционной болезнью, чтобы не вывезли отсюда в Германию. Она соглашается, просит прийти за справкой, и, к сожалению, она была двойным агентом, то есть она уже была завербована в гестапо. Она сообщает, что вот обратился такой-то, такой-то с такой просьбой. Был арестован Григорий Гавриленко, был арестован Александр Наумов. Все они помещены в гестапо для допроса. И, понятно, дошла очередь до Виктора Александровича, который также как бы засветился. Она узнала о том, что ведется такая диверсионная деятельность. Полгода его содержат в гестапо, его допрашивают. Магда до последнего помогает ему, носит ему покушать, приходит туда в тюрьму, участвует в допросах, доказывает, что она не знает об этой деятельности, что это все неправда, что кто-то пытается осквернить, так скажем, имя ее мужа. Но, тем не менее, все равно после его арестовали в феврале месяце 42-го года, в июле 1943 года он был расстрелян. Место расстрела и захоронения до сих пор неизвестно. То есть ночью вывели, вывезли, до сих пор неизвестно, где похоронен сам Виктор Александрович Лягин. Его сын Виктор Викторович в 2010 году приезжал сюда, в Николаев, в наш музей, и возлагал цветы к памятнику отца, который находится на пересечении улицы Лягина и проспекта Ленина. Это, как посчитается, место захоронения, по сути, где похоронен разведчик, к сожалению, до сих пор нам неизвестно. И 5 февраля 1944 года ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Вот мебельный гарнитур, который за мной, это подарок от семьи Лягина, переданный нам сюда в музей. Этот гарнитур прибыл из Америки, из-за океана. Он был предназначен для подмосковной дачи, которую планировала купить семья. И вот этот мебельный гарнитур как раз собирался передать сын Виктор Викторович, который, к сожалению, умер в 2011 году. Но его обещание передать мебель и архив выполнила его супруга Ирину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok